Ну, после представленного доклада, вы уже говорите о язвенных кровотечениях, как-то немножечко простецких, казалось бы, но здесь тоже есть свои некоторые элементы, и попробуем немножечко подемонстрировать. Вот те даже технологии, которые были продемонстрированы Олег Борисовичем в ходе доклада, они применены даже и к этой теме. Значит, распространенность язвенных кровотечений из язв, она, как правило, это 50-100 человек на 100 тысяч населения. Смертность составляет 5-11%. Ну, это обуславливает социальную значимость данной проблемы и подгоняет нас, скажем так, заниматься этой тематикой даже на сегодняшний день. Если, наверное, помните, то лет 10 назад в некоторых клиниках еще и лет 15-20 назад, почти во всех клиниках, когда возникало кровотечение, эндоскописты гнали из кабинета, и включая, что это абсолютное противопоказание, и как бы здесь ничего больше делать, по сути. Но на сегодняшний день ситуация поменялась коренным образом, и вот, как видите, в пример представленных на слайдах написано, что в 90% случаев кровотечения верхних отделов желудочно-кишечного тракта мы можем найти источник кровотечения. А на сегодняшний день мы не только его можем найти и обнаружить, да, мы можем еще и остановить кровотечение, идти на самом, ну, во-первых, снизить расходы клиники на остановку этого кровотечения, а во-вторых, спасти просто жизнь человека менее инвазивным способом. Значит, сами методики, вообще, остановка кровотечения на сегодняшний день нам позволила заниматься вот такими операциями, да, как полностенная диссекция, резекция, полипотомия и так далее. Ну, передала нам некая, скажем так, смелость к нашим действиям. Значит, методы эндоскопического гемостаза, они такие же, как и в общихирургической практике, на сегодняшний день они все являются в различном доступе, вот здесь даже представлено ряд различных компаний, фирм со своими продуктами, которые предлагают те или иные варианты. Ну, первое, на первое, это инъекционная терапия, ну, инъектор самая простая и самая доступная, наверное, для того, чтобы закупить пункт или начать останавливать кровотечение. Механические воздействия, да, то есть мы можем клипировать, мы можем лидировать, тепловое воздействие, здесь уже у нас руки разрезаны по полной программе, вот вчера кто присутствовал на первой части и видел оперативную медоскопию, вы видели, там продемонстрировано было много способов электрокругуляции кровоточечек сосудов, значит, но для всех вот этих методов необходим какой-то источник кровотечения, то есть мы должны видеть сосуд, мы должны его локализовать, и дальше, исходя из этого, действовать непосредственно направленное на вот этот вот сосуд. Значит, самый простой метод, это инъекционный метод остановки кровотечения, сразу могу оговориться, что на сегодняшний день существуют гайдлайны, которые показывают, что как монометод любой из выбранных нами, он является малоэффективным, а эффективным является с наиболее степенью доказательности два каких-нибудь комбинированных метода, то есть это колония клипирования, это клипирование, регуляция и так далее, то есть сочетание нескольких методик позволяет нам добиться более устойчивым гемостазом. Значит, в качестве расторов, которые применяется сегодня для гемостазов, ну, мы чаще всего пользуемся просто растором спирта. Есть еще возможность использования таких расторов, как эпинефрин или адреналин, подкалывая, но на самом деле здесь существует опасность того, что, во-первых, саморазумом является, ну, может, если как местно, так и системно, то есть вызывая повышение артериального давления, раз, и, во-вторых, действие, оно непродолжительное, составляет порядка 20 минут, то есть вы обкололи, кровотечение временно остановилось, вы ушли из желудка, кровотечение возобновилось, собственно, вот в этом есть некая опасность вот этой методики, самой по себе. Поэтому на сегодняшний день мы используемся просто расторами, подколоться, чтобы временно задавить сосуд, обеспечить себе некое время для того, чтобы взять клипсу, наложить, или же взять, скажем так, щипцы для горячей коопсии, или как раз, как ли, тепловой зонт, и, собственно, для остановить это кровотечение. Значит, механические способы остановки. Ну, самое такое из распространенных методов остановки, которые вот вчера демонстрировались и сегодня демонстрируются, это клипирование кровоточечного сосуда, это такой достаточно простой метод. Мы видим небольшой сосуд, это купол слепой кишки, это ишемический ковид у пациента с сочетанной и комилированной операцией на сердце. Ну, достаточно просто клипируется и кровотечение остановится. Здесь вот этап аспирации, после этого мы видим, что клипсы наложены, кровотечение остановлено, собственно говоря, больше здесь делать оно ничего не приходило. Следующий, скажем так, на сегодня на нашем рынке появилось много продуктов, в том числе появились отечественные клипсы, которые позволяют многократно открыться, закрыться. Это очень полезно при останках кровотечения, когда мы не можем локализовать сосуд однозначно, вот как вчера, вот Олег Борисович, там кровотечение во время диссекции, да, мы можем запросто поймать, остановить, посмотреть, если не кровит, то защелкнуть. Если кровотечение продолжается, значит, мы эффективно наложили эту клипсу и переложили ее на другое место. Это тоже один из больших моментов, в том числе экономический, потому что мы можем пользоваться разовыми клипсами, которые однократно открываются и закрыли, больше уже с ней ничего не сделать, а должны просто сбросить. В этом случае нам приходится там 5, 6, 7 клипс накладывать, но использование вот подобного типа устройства позволяет нам более эффективно и более экономично подходить к решению данной задачи. Кроме того, существует так называемый клипса ОВЕС, вот Олег Борисович еще ее демонстрировал для одной задачи, да, в окрывании перфоративных отверстий, но кроме того, эта же клипса может применяться также и для остановки кровотечения. Это условлено, скажем так, калибром того сосуда, который увлечен в процесс. Ну, вот как данное видео, смотрите, здесь уже были наложены клипсы, вот они сняты, здесь источник кровотечения был остановлен, а вот здесь достаточно большой источник, его не могли остановить наложение простых клипс, связанных с тем, что достаточно крупный сосуд, он имеет мышечную стенку, после того, как он в ОВЕС процесс эрозирован был, он просто убежал туда к глубину мышцы, и обычной клипсой было его не пережать. В таком случае, как обычно ликирующее устройство, то здесь заряжена, видите, клипса ОВЕС, а просто аспирируется, как при регировании стенка вместе с клипсой, она сбрасывается, кровотечение останавливается. Ну, теоретически, как бы, можно сказать, зачем такой дорогой источник, нужно пойти в лапаротомию, ну, в лапаротомию, в лапаротомию, в данном случае, скорее всего, была бы выкрунена в большинстве стационаров, поскольку кровотечение в ходу, и здесь уже решал вопрос времени, скажем так, возможно, доступа. Соответственно, применение даже вот такой дорогой клипсы, говорит о том, что все равно это будет дешевле уходить. На статусах. Значит, здесь вот на этом слайде представлена эффективность такого метода гемостаза. Вот это понятно, поскольку компенсор прошивает практически все свои стенки, и что позволяет лицебрить устойчивую гемостазу. Кроме того, мы можем использовать различные режимы для гемостаза. Вчера мы тоже попробовали рассказывать вам об этих режимах несколько подробно. Здесь вот в видеозапись представлена это смоделированная токанья-предсказа. Видите, используется обычно софт-клабуляция. Просто выпариваются ткани, соответственно, не происходит никакого рассечения, и, как вчера Илья Борисович говорил, что мы можем долго достаточно клабулировать. Применяя другие уже режимы, клабуляция, которые есть на наших электродах, уже есть некий момент рассечения и так называемой когмонизации ткани. Ну, если для диссекции, то это нам будет затруднять обзор детальный, а для установки гемостаза, скажем так, рассекающий вот этот компонент, будет нам мешать, скажем так, остановить его течение. Ну, мы будем рассекать этот сосуд. Ну, различные режимы имеют, во-первых, различные возможности, да, то есть вы видите, дуга при одном режиме, там, форс и свифт, она несколько выше, и при одном, и другом наиболее там выжженный рассекающий компонент. Кроме того, есть такой момент, как спрей-когуляция. Видите, это вообще бесконтактный метод, он достаточно, скажем так, сильный. При соприкосновении с тканью, в следующем сюжете можно будет видеть, он вполне может вызвать просто обдаленный когуляционный некроз этих тканей. Этот режим может применяться в эндоскопии, ну, фактически только в одном моменте, когда мы делаем посредственную коглимиотомию. Когда мы четко по плачкам раздвигаем ткани, вот вы видите, да, насколько выражена вот эта дуга и карбонизация, соответственно, будет нам просто перекрывать обдор перед диссекцией, а при остановке хороточения таким методом за счет усекающего компонента мы не доверяемся нужному гемостазу и высокий риск корпорации при этом. Самый такой простой и адекватный метод на сегодня гемостаза является обдон-плазменная когуляция. Ну, относительно дешевые одноразовые катетеры, которые продаются фирмой Эрба, они, к счастью, могут использоваться многоразово. Сам арбон газ тоже, баллон не так долго стоит, и достаточно долго нужно его использовать. Это один момент. Кроме того, различная модификация вот этих катетеров, она тоже позволяет нам относительно безопасно. То есть, если мы берем без всяких наконечников, упираемся в слизистую, накачивается газ туда, под слизистую стоит, то есть тоже не очень хорошо, то использование вот этих наконечников не позволяет убежать от университета. Кроме того, с арбоном тоже не все бы так хорошо было, у него не очень глубокая проникающая способность, и если есть активное кровотечение, быстро набегает кровь, он просто действует на кровь, сворачивая или карбонизируя, и при этом не воздействуя на самую источник кровотечение. То есть, вот тоже такой нюанс. Не нужно об этом как бы понимать и вне к нему что-то пользоваться. Дистальные колпачки. Вот Алик Борис вчера тоже демонстрировал, значит, такие в одномности вот это устройство. Оно самое простое. Для основных включений, допустим, глупость на спешку кишки к задней стенке, то есть, ну, позволяет, друг говоря, получить тот необходимый обзор, который, если, скажем так, стенка бы пол расприжмывалась к эндоскопу, мы бы не смогли получить. Здесь мы показали, как работает вот этот сам дистальный колпачок. Просто видите, лоскут, который мы выполняем при диссекции, или же стенка кишки спокойно подвигается вот этим колпачком, и это дает нам возможность обновить сосуд и выполнять подвигаться. Это была одна сторона медали, значит, у кровотечения язвенных, скажем так, есть и другая сторона медали. Это нестероидно-противоспалительные препараты, это, скажем так, коглопатия различной выраженности, да, то есть ДВС-синдрома и так далее. Это пациенты с диффузным и разъемным поражением, эти пациенты с массивным опухолевым поражением, с диффузным кровотечением, когда нет явного источника, который можно было бы заприкировать, это пациенты после, там, излечения стенка, с коглопатии, да, когда мы имеем диффузное кровотечение, когда, ну, собственно, вот представляете, вот такую площадь мы возьмем и закруглируем отбор, да, мы получим просто большую язву. То есть, да, отставывать сюда, положить какую-то клипсу, тоже как-то неразумно. Собственно говоря, что делать с этим пациентом? Не смотря на, вот, скажем, такую непонятную картинку, бывает достаточно выражен по отличинам этих пациентов, то есть падение генеглобных до 60-40, и они существенно значимы. Вот на сегодняшний день существует ряд, скажем так, контактов, и, скажем так, оптикационных методов астрономатских гемостаза, да, но вот, наверное, еще поймите бы, как учебный препарат Кропер, но со своими, скажем так, минусами, отрицательными, ну, достаточно есть, очень агрессивный препарат, какое-то время он вообще пропал из продажи, но сегодняшний день, я знаю, что уже никто не уходится, уже существует много других препаратов, которые могут быть примены сейчас. Значит, ну, на сегодняшний день сам это попростой, это гипотонически расторживает, да, или бронюния кокроновая кислота, кислота, но, по сути, это от нас, для структуры компании, чтобы не было никаких санкций, что-то произошло. То есть мы что-то сделали, но не привлечение, по большому счету, это никак не повлияет. Есть учебный препарат Гемоспей, у ПМ и Мельсенков, но там есть несколько нюансов. Первое, он применяется только для желудка, второе, его сложно дозировать, и третье, это химический состав, который не открывается в стоматологических целях, и, собственно говоря, ну, наверное, сложно пациентам с аллергиями и непереносимостью тех или иных компонентов, как же аппарата, применить его. То есть мы за ним не узнаем. Значит, на сегодняшний день есть вот такой продукт, как эндоплод. Ну, по сути, это хорошо белого цвета, да, он нефицирует крахмал, где-то формулы изменили, а действие его достаточно простое. Он просто, скажем так, абсорбирует воду, изгустка, и тем самым концентрирует факторы сверхуности крови и останавливает прератечение. Система его доставки, поскольку, ну, применяется, во-первых, и для кишки, во-вторых, он применяется для желудка, для остановки прератечения, и, в-третьих, это гипоаллергенная смесь, то есть на основе обычного крахмала. Сама система его состоит из контейнера для препарата, из компрессора и досторочного устройства. Ну, здесь мы сделали некий такой вот обзор, это, ну, скажем так, мои некие наблюдения, видно, здесь не пойдет, к сожалению, на фото не будет понятно, да, то есть это вот такое большое новообразование на кишке, эскапическая диссекция по свистным условиям, это достаточно выраженные сосуды, значит, несмотря там на проводимую коагуляцию, они уже были белые, все равно мы получили в итоге диффузное кровотечение, пытались там останавливать аргону, пытались останавливать гемостатическими щипцами, все равно, ну, подтекание крови сохранялось, ну, и мы ушли, используя эндокод, собственно говоря, в следующий день контроль активный пациент, никаких проблем не было, в этом диссекция закончилась. Вот еще один случай, это острая язва у пациента, когда при отмывании вот этих сгустков и так далее, мы никаких сосудов явно вообще не видели, мы видели только дикузное подтекание крови из краев вот этой язвы, и применение эндокод, собственно говоря, тоже сыграло свою определенную роль, и на этом мы использовали как нормальный метод. В большинстве случаев при, скажем так, остановке язвы на кровотечении мы все-таки используем как дополнительный метод остановки, то есть мы либо кликируем этот сосуд, и потом обрабатываем эндокодом, либо делаем прогуляцию, ну, и, собственно, выполняем эндокодом. Значит, такие вот ситуации, как амбулаторные пациенты после, там, баллоновой дилатации, после бужирования с наличием кровопатии, эти пациенты как правоамбулаторные, понятно, что это не очень значимое подтекание, но мы знаем, что у него, там, у него полтора, и он на варфарине, понятно, нам надо чем-то, скажем так, прикрыться в данную ситуацию, мы это используем для полтора, и в этой ситуации нам это уже достаточно хорошо помогло. Ну, здесь мы смормируем некую такую ситуацию, это стенка пищевого досигния, здесь, ну, естественно, поддельная кровь, не настоящая, вот таким образом подается и дозируется вот этот вот препарат, собственно говоря, дальше мы его смываем водой, и мы видим, как образуется вот эта вот пленка гелевая, она находится там на протяжении 12 часов, вы видите, да, то есть она, собственно говоря, вытянула из себя всю воду и создала такую пленочку, где сконцентрирована, то есть, в том числе крови, и мы, собственно, при себе это призывает к остальному кипевого течения. Спасибо за внимание, надеюсь, что это было бы нахуй, в этом случае. Отдыхай, при последовании, как все, мы вас призвали, все эти методики, которые, мы сейчас представим, мы используем в своей практике, и в этом случае. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!